Считаете ли вы нормальным начать изучать иностранный язык для 50-летнего мужчины в порядке саморазвития? Если это неплохая идея, то какой предпочесть, французский или итальянский? Эта идея на самом деле очень хорошая, потому что есть многочисленные исследования, что изучение языка в зрелом возрасте хорошо для сохранения памяти, такая вот мнимотехника возникает и замедляет процесс старения мозга. Поэтому если есть время, есть возможности, есть настроение, есть какие-то минимальные способности, то почему бы нет, хорошее занятие и занятие благородное. Какой язык лучше, французский или итальянский? Ну, французский, конечно, открывает гораздо большие горизонты. Все-таки письменная речь – это не то, за что мы любим итальянцев. Но если брать не фонетику, а содержание, то там у них из великих писателей, там, Пиранделла. А с французской литературой – это и великий мир, и французская журналистика, там, ну, все, чего угодно. Но итальянский, по-моему, проще французского на порядок. Во-первых, там нет проблемы, сложнейшей проблемы для русского человека произношения. Ну, итальянский – это практически русский почти, да. То есть итальянцы и русские, они прекрасно другого понимают, с точки зрения фонетики. Про французский там будут говорить одни и те же звуки, которые французы сочетают совершенно разными, для вас они будут совершенно одинаковыми. И говорить без акцента очень трудно, а французы в этом смысле очень щепетельные. Им очень не нравится, когда говорят по-французски вот с каким-то грубым акцентом. И, кроме того, французский, ну, там вообще, конечно, все вот это содержание, все очень разработанное, сложное, чуть сложнее. Но сам язык интереснее, на мой взгляд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok